То, что раньше такого в Суздале никогда не было, становится понятно практически сразу. Гостинично-туристический комплекс «Горячие ключи» на несколько дней превратился в средневековый замок. Уже издали слышится звон мечей и аплодисменты прекрасных дам. Впервые в древнем Суздале прошел фестиваль клубов исторической реконструкции. Но первый слет рыцарей и лучников не значит последний. Подобные фестивали станут в «Горячих ключах» традиционными, ежегодными. Сегодня в Суздале собрались самые лучшие клубы. Можно сказать, что те, кто не собрался сегодня в Суздале, то, собственно, и не клуб исторической реконструкции. По одной простой причине, потому что здесь как бы все звезды. Здесь клубы, я бы сказал, уже мирового уровня. То есть тот же «Симплициссимус», тот же «Муром» с «Варежем», тот же «Владимир Фомичев». Это клубы не областного, не городского, не российского. Это уже клубы мирового уровня. Раньше о таких перемещениях в пространстве и времени можно было только мечтать. А теперь каждый турист в «Горячих ключах», как на машине времени, может перенестись на 7, а то и 12 веков назад. Вот крепость, вот дамы сердца, а вот средневековые рыцари. Трубадур извещает о начале турнира. КОНЕЦ Если бы не маршрутные автобусы, на которых приехали рыцари, фотокамеры и окрики руководителей клубов, то можно вообще потеряться во времени. Сначала рыцари из разных клубов просто бьются на мечах, потом разбивают щиты в дребезги. Для средневековых воинов это высший пилотаж, даже несмотря на то, что мечи полузаточенные. Рыцари соблюдают историческую достоверность во всех деталях, включая элементы костюмов и ход боя. Любой турист в горячих ключах и сам может почувствовать себя настоящим рыцарем. Для этого достаточно примерить доспехи весом 20 или 50 килограммов. У каждой исторической эпохи своя цена. К примеру, такая кольчуга византийского плетения обойдется как наряд от кутюр – от 2 до 5 тысяч евро. Желающие могут взять в руки арбалеты и луки. Точные копии воины делают своими руками. Такое оружие, к примеру, стоит 500 евро. Для тех, кто захочет надеть доспехи и ощутить тяжесть настоящего меча или арбалета, известные на весь мир рыцари, лучники и арбалетчики проведут мастер-класс. У нас есть определенные точки, где мы стоим с арбалетом, с луком и предлагаем людям пострелять. Мы их обучаем, как правильно это делать. В сочленении, где сходятся два щита, наносит удар, чтобы узнать, насколько воины его держат. На фестивале в «Горячих ключах» можно узнать почти все о Средневековье. Туристам расскажут о кодексе чести, о семи рыцарских искусствах, о том, что символизирует собой оружие. Самые смелые могут поучаствовать в обряде посвящения в рыцари. Для этого нужно пройти ряд испытаний, поучаствовать в турнире, показать мастерство стихосложений. Если потребуется помощь, гидом выступит настоящий мальтийский рыцарь – сэра Брайана Айриша из города Радужного. Уже давно знают за границей. За развитие рыцарского дела его наградили крестом и орденом. Меня приняли в командорию, которая находится в Швеции. Барон фон Ранден является командором. Теперь он является великим командором, потому что в эту командорию входят различные командорства, как Россия, Украина, Дания, Германия, Норвегия, ну и Швеция тоже. Вообще война – это всегда красиво, хотя и очень неприятно. То есть сейчас я проверять вас буду. Воины без железных доспехов – варяги. Они тоже в кольчугах, с копьями и щитами. Варяг-горын – как будто оживший исторический персонаж. Кафтан, рубаха, вымпел от копья – все соответствует эпохе до последней пуговицы. Кроме того, вот это у меня чехол для рога, для питьевого. То есть он сюда вставляется, закрывается крышечкой, чтобы грязь в него никакая не попадала. Участники клубов застава «Вареж», «Черный ворон» подробно рассказывают об основных тактиках ведения боя. Самые популярные – свинья и черепаха. Их используют и сейчас во внутренних войсках. Клин, сразу вот один из самых опытных воинов становится вперед. Два остальных начинают делать так называемые крылья от него. И те, кто, если малое количество людей, человек прикрывает спину, для того, чтобы ему во время соприкосновения с строем противника, для того, чтобы он не провалился назад и не поломал строем. О таком познавательном отдыхе еще недавно туристы могли только мечтать. Завершается фестиваль массовыми состязаниями – бугуртами. В средние века их проводили в перерыве между войнами для разминки. Если раньше Суздаль был центром туризма, то сейчас он стал его сердцем. Раньше на такие рыцарские турниры можно было посмотреть только в Испании. Теперь атмосферу давних времен можно ощутить на ежегодном историческом фестивале в горячих ключах.